Подводя предварительные итоги Кубка Конфедерации FIFA 2017, Виталий Мутко заявил, что все четыре города, где проходили матчи, ответственно подошли к организации соревнований. Одно из ноу-хау, которое было введено, это паспорта болельщиков. Именной Fan ID дает не только привилегии, но и обеспечивает безопасность во время проведения турниров. Это новая функция, которую мы включили. Паспорт болельщики позволяет сегодня десятка тысяч людей въехать без визы на территорию страны. Он является, по сути дела, визой. И в электронной форме или в такой форме мы сегодня видим, что этим правом уже воспользовались в районе пяти тысяч иностранных граждан. Что касается Сочи как города-участника, то инфраструктура, транспортная логистика, сервис и атмосфера заслужили самой высокой оценки. Спортивное наследие будет задействовано не только на предстоящем чемпионате мира в 2018 году, но и станет базой для развития курорта, как одного из футбольных центров страны. Сейчас в Адлере появилось два поля. Анатолий Канас забрал сейчас локомотив, стадион. Дальше мы с ним несколько лет назад создали целые четыре или пять полей. Это спутник спорт. Мы стоим на реконструкции стадион Метревелли. Мы его приведем просто по стандарту высочайшему. Не обошлось и без вопросов. Про национальную сборную на просьбу журналистов оценить игру наших футболистов по школьной пятибалльной шкале Виталий Мутко ответил крайне метко. Сейчас нет оценок. Сейчас ЕГЭ сдаешь и вперед. Я считаю, что они сдали ЕГЭ на плённый балл, который позволяет им в следующем году участвовать в турнире. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи сегодня на устах у болельщиков со всего мира. Такой радушный приём развеял все мифы иностранных СМИ и доказал – Россия открытая, свободная, а главное – безопасная страна. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.